Посмотрим на некоторые примеры использования функции Map. Начнем с ее использования для реализации функций стандартной библиотеки. Перед нами две вспомогательные функции End и Or, которые определены в стандартной библиотеке, но мы их переопределяем как обычно. Эти вспомогательные функции не используют в реализации Map. Мы коротко обсудим, как они устроены, как они работают, а после этого используем их вместе с Map для реализации других, более продвинутых функций. Что делают функции End и Or? Обе они имеют следующий тип. Они принимают список булевых значений и возвращают булевые значения. Функция end ведет себя следующим образом. Если в списке все значения истины, она возвращает истину. Если есть хотя бы одно ложное значение, она возвращает ложь. Таким образом, все элементы списка как будто бы соединяются с оператором логическим i. И если среди встречающихся внутри нашего списка логических значений хотя бы одна ложь есть, то, естественно, логическое i возвращает ложь. Реализация стандартная. Мы определяем эту функцию рекурсивно. На пустом списке функция end возвращает истину. Если же список не пустой, то функция end ведет себя следующим образом. Она при сопоставлении с образцом проверяет текущее значение и связывает оператором логического i текущий элемент списка с рекурсивным вызовом определяемой функции end на хвосте нашего списка. Таким образом, она выполняет свою работу. Функция or работает точно таким же образом, но единственная разница, точнее говоря, две разницы заключаются в том, что все связывается логическим. Или все элементы списка. И на пустом списке у нас значение false. Перейдем теперь к реализации полезных функций высших порядков. Первая функция высшего порядка это функция, которая называется all. Эта функция принимает в качестве аргумента унарный предикат. И применяет этот унарный предикат к элементам списка. Если на всех элементах списка унарный предикат возвращается, то функция возвращает булево значение true. Если на каком-то элементе списка наш унарный предикат не выполняется, то функция возвращает значение false. Функция all может быть реализована с помощью прямой рекурсии, однако ее реализация, здесь приведенная, она использует уже знакомые нам комбинаторы. А именно, используется, во-первых, недавно определенный end и функция map. Посмотрите, что происходит. В качестве параметра нашей функции all передается унарный предикат p. Этот предикат это функция из a в бул. Соответственно, с помощью этого унарного предиката мы можем выполнить map над нашим списком. Отобразить наш предикат на список. Что при этом произойдет? У нас сформируется список булевых значений. Если предикат выполняется, то там будет стоять значение true. Если не выполняется, то будет стоять значение false. Итак, получившийся в результате вот этого отображения map список представляет собой список булевых значений, которые мы сворачиваем с помощью функции end, которую только что определили. В результате мы получаем либо истину, если все элементы получившегося в результате применения функции map списка истины, или ложь, в противном случае, если хотя бы один из элементов является ложь. Функция all позволяет выполнять некоторые простые и разумные действия над списками. Ну, например, давайте наберем некоторую функцию all, 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 все нечетные элементы списка. Ну и передаем здесь в качестве предиката. Используем функцию all, она возвращает истину на нечетных элементах. Ну, давайте сначала сделаем нечетный список. Получаем значение true. Ну, давайте теперь добавим в этот список какое-нибудь четное значение. Получаем значение false. Таким образом, all полезная функция, позволяющая тестировать список на предмет выполнения предиката. Вторая полезная функция, которая работает похожим на all образом, это функция any, которая выполняет ту же самую работу. Единственное, что она делает, она проверяет, присутствует ли в нашем списке хотя бы один элемент, который удовлетворяет нашему предикату. Для этого мы опять в реализации делаем то же самое действие. Отображаем с помощью мэпа наш предикат на список, получая список булевых значений. А дальше сворачиваем этот список с помощью определенной ранее функции or, которая возвращает истину, если хотя бы один из элементов истинный. Ну, функция any работает аналогичным образом sol, а способ ее применения, в общем, такой же. Ну, давайте посмотрим, имеется ли в предыдущем списке хотя бы одно четное значение. Точнее говоря, нечетное, конечно, значение. Да, имеется хотя бы одно нечетное значение. Ну, а четное значение... Ну, давайте уберем все четные. Получаем значение false. Давайте рассмотрим прикладной пример, который заключается в следующем. Наша задача взять некоторый текст, состоящий из слов, и развернуть каждое слово в этом тексте наоборот. То есть, с каждому слову применить операцию reverse. Давайте попробуем это сделать. Ну, сначала выберем некоторый текст. Давайте я вставлю некоторый текст. Вот он перед нами, этот текст. Что нам нужно? Первая задача, которая перед нами стоит, это разбить имеющийся здесь текст на отдельные слова. Для этого в Haskell есть полезная функция, которая зовется words. words, функция words принимает строку, а возвращает список строк, а этот список формируется следующим образом. В исходной строке находятся все пробелы, и пробелы становятся разделителями. Это полезная функция для обработки текста. После того, как мы выполним нашу задачу, нам нужно будет собрать строку обратно из этого самого списка строк. Для этого служит другая функция, которая зовется unwords. Если мы применим unwords к нашему words над имеющейся строкой, мы получим обратную исходную строку. То есть пара unwords, words — это тождественное преобразование. Список. Сначала у нас строка разобралась в список, а потом обратно из списка отдельных строк собралась большая строка. А пробелы восстановились на тех местах, где они были изначально. Нам для дальнейших целей будет чуть-чуть удобно записать немножко в другом синтаксе, в синтаксе композиции. Давайте уберем скобки, напишем здесь композицию функций. Но поскольку композиция к чему-то применяется, мы могли бы заключить теперь в скобке вот эту композицию, то, что стоит слева от курсора. Но мы можем воспользоваться оператором доллар. Слева у нас программа, которую мы пишем, а справа у нас некоторое просто тестирующее значение, которое проверяет нашу программу. Ну, естественно, это выражение ведет себя точно так же, как предыдущее, оно является полностью эквивалентным. Теперь наша задача между двумя вызовами words and words — выполнить содержательную работу. Нам нужно применить reverse к списку, получившемуся в результате words. Но нам нужно применить reverse к каждому элементу этого списка. Перевернуть каждое слово. Мы знаем, что у нас есть прекрасная функция map, которая ровно это и делает. Мы берем некоторую функцию, в данном случае функция reverse, и отображаем его с помощью map, таким образом, чтобы эта функция применялась к каждому элементу списка, и в результате получим новый список, состоящий из результатов этих применений. Ну, давайте выполним это действие. Итак, нам нужно между этими двумя преобразованиями вставить map reverse. И вот наша задача выполнена. Мы получили, написали программу, которая выполняет то, что нам нужно. Ну, теперь осталось просто взять, убрать тестирующую часть и написать функцию let. Ну, давайте, как ее назовем? Rev. What? Назовем нашу функцию. Вот перед нами функция, которая выполняет задачу, которую я поставил. Мы вводим эту функцию. Теперь возвращаемся к нашей строке и вызываем нашу функцию ref.words на нашей строке. Вот она работает. Теперь мы можем взять это определение функции, которую мы сконструировали в интерпретаторе, и перенести ее в файл исходного кода. Если, конечно, наша задача реализовать именно такую функцию. Для цели документации мы можем еще спросить про тип этой функции. А, тип, конечно, string string. Странно было бы видеть что-то другое. Мы можем скопировать отсюда эту строку и задокументировать нашу функцию ref.words внутри файла. Все готово, задача решена, ответ оформлен.